Всем привет! С вами проект N-Dubai, меня зовут Ирина, и сегодня я хочу поговорить с вами о беспроводных сетях. Бутует мнение, что в Дубае можно бесплатно подключиться к Wi-Fi в метро, моллах, аэропорту. Также я неоднократно читала в разных источниках о том, что в скором времени по всему городу будет Wi-Fi. И так как мне говорили о возможности подключения к Wi-Fi в многолюдных местах, я решила это проверить. Я поехала в Emirates Mall на метро. Там я села в поезд и открыла настройки в телефоне. Адвайс открыл список доступных сетей, и я выбрала нужную. Do Wi-Fi hotspot. После чего у меня появилась галочка, что я подключена, но когда я попыталась зайти на страничку в интернете, у меня это не получилось. Далее меня перекинуло на веб-сайт Do Wi-Fi. Здесь предлагается войти в аккаунт или пройти регистрацию. При регистрации указывается номер вау-карты и номер телефона. Далее электронная почта. Либо при регистрации выбирается оплата кредитной карты. На сайте, на их указанной расценке, здесь мы видим, что заходя в интернет по кредитной карте, мы сможем пользоваться интернетом 1 час. Это будет стоить 10 дирхам. И доступность будет 60 дней. По картам вау здесь есть разные цены. За 3 часа 20 дирхам в течение 3 дней, за 10 часов 50 дирхам в течение 7 дней, за 25 часов 100 дирхам в течение 30 дней, за 60 часов в течение 45 дней 200 дирхам, и за 180 часов в течение 60 дней 500 дирхам. Клиенты дуо могут подключаться, используя их мобильный номер. Это будет за 1 час от 5 до 6 дирхам в зависимости от тарифного плана. Эти расценки также указаны на их сайте. И тарифным планом, который использует кредитную систему, приходит счет. У тарифов по предоплатной системе снимается баланс дополнительного времени или кредита. Так как у меня нет сим-карты Doom, у меня эти салат, я подключиться не смогла и поехала дальше. Приехала в Эмират Смол и попробовала там подключиться. Подумала, может быть, мне там повезет. Я открыла настройки телефона, попыталась войти, найти сеть, но так же, как и в первый раз, у меня подключиться не получилось. Через несколько дней мне нужно было полететь в Россию, и я находилась в аэропорту, там я решила проверить, возможно ли подключиться здесь. Я открыла в настройках Wi-Fi, мне выдала список сетей, и тут мы видим, что все сети закрыты и одна открыта. Можно сделать как бы вывод, что это и есть та самая бесплатная сеть, о которой мне говорили. И я попробовала к ней подключиться, но зайдя на страницу сайта, меня ждала такая надпись. Потом у меня вышло такое окно, я нажал «Продолжить», и вышла вот такая настройка. Нажимаем «Подробнее», тут много чего написано, я пролистала это все и вернулась к настройке. Приняла это все, после попыталась выйти в интернет, но мне это не удалось. Я подумала, что нужно перезагрузить телефон. Перезагрузила, и у меня подключена почта Hotmail, и так как нет соединения, у меня сразу всплыло окно вот такое. Я нажала «Продолжить», и все это у меня опять так же повторилось. Из своего эксперимента я хочу сделать вывод, что подключиться в метро можно, но нужно заплатить. В Emirates Moli я не смогла подключиться вообще. У меня просто не открывалась страница в интернет-браузере, и не было никаких дополнительных настроек. Хотя вроде бы как галочка была о подключении. А в аэропорту у меня не получилось. Может быть, я сделала что-то неправильно. Если у вас получилось, прошу написать в комментариях и показать, что я сделала не так. Из всего этого хочу сказать, что пока бесплатно подключиться к Wi-Fi нереально, мои надежды не оправдались. На этом пока все. С вами была Ирина, специально для проекта Индубай. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.